Ну, это, как говорится, не привыкать, поэтому нормальный переносится, но, в принципе, сейчас идёт такие. Большие тренера дают объёмно, поэтому, как говорится, сейчас такое время, месяц, которое надо потерпеть, жаль, судьбу, поэтому, если ничего нового. С преми-межсезона Шахтавару изменился, как по-вашему, в лучшую сторону, или остался примерно по тренеру? Знание лучше он не мог измениться, потому что ушли многие лидеры, на их место пришли ребята новые, которые, наверное, вытаживают в игре существуют листами, поэтому ничего не могу предсказать о новых хоккеистах. Если начнутся игры, там будет уже видно, смогут они заменить ушедших лидеров или нет, в принципе, показывает только время. Шахтавар стал сильнее или слабее, в принципе, во всех условиях, я думаю, ни одна команда в этом межсезоне не стала сильнее, потому что не в каждой в топовую команду все равно уходили лидеры, которые определяли игру во многом, поэтому, я думаю, в любой команде будет тяжело, чтобы есть лидеры ушедшие, поэтому очень тяжело. Как ускорить вообще этот процесс построения обновленной команды? Это, наверное, уже, как говорится, задачи манеджеров, которые не подбирают игроков, и, наверное, уже потом будет зависеть от реверского штаба, чтобы, главное, игроки подходили под нашу систему и правильно использовали их лучшие качества, потому что только за счет этого мы можем, как бы, скомпенсировать. А бой рассматривали межсезонье, может быть, какие-то другие варианты, или сразу решили остаться в Шахтаваре? Ну, в принципе, спустя какое-то время после, наверное, поражения, там, когда все остыли, был, наверное, как-то неопределенность в кубик, вектор развития, когда стало более медленно ясным, то и говорили с директором Северским штабом, взял время на раздумья, там, дней десять, реализировался, что-то, ну, то есть у меня все не устраивает, с Легорским на эту структуру подход, ну, решил, как говорится, не искать этого, да, поэтому, ну, согласился с удовольствием, предложение было. Ну, есть наверняка такие товарищи, которые ставят под сомнение постоянно, что Александр Житких в очередном сезоне снова наберет 40-плюс очков, а как удается постоянно этот уровень поддерживать, так результативно играть? Да, я не знаю, как говорите, есть такие люди, которые не верят, но приходится, в старом году нам доказывают, что это у них свои неправы. Ну, я думаю, это все равно, это командный вид спорта во многом зависит и от партнеров, говорится, последние годы, говорится, мы двое на партнеров, мы не зрями всех пошли на превышение, я думаю, что это именно варианты продолжения карьеры в ТХЛ и Андреев, и Рома Крикунина. Я говорится, их было то, что бы сами вошли, потому что, ну, говорится, два игры в мяч кастинге, было понятно играть. То есть, уже два года, ну, как-то создалась у нас химия, то есть, уже понимали, что друг на друга так, поэтому, в этом плане было легче набирать очки, на мере тренерского штаба, конечно. Как эта химия создается на льду, вне льда? Или она сама приходит, или приходится очень много над этим работать самим игрокам? Ну, нет, это все равно приходится где-то и после игр разговаривать, после каких-то моментов, где-то не получается, сели, обсудили, где-то взяли, ну, брали компьютер, где-то моменты, ну, какие-то ситуации хоккейные, они повторяются из игры в игру, и просто, если ты их будешь оттачивать на тренировки, то это приходит в игры, поэтому, когда у тебя партнеры не меняются, это легче, знаете, это было непонимание, это уже так. Из тех новичков, которые пришли, кто, может быть, ну, как вы считаете, с вами может играть в будущем? Ну, это как бы... Или кто может быть интересный? Не, ну, все равно есть какие-то... Понятно, что и Диман Брожевчик, он все время и в бомбардиры, и тянул все время молодец, чем он на себе, когда поляк утратит, я думаю, и руководство, и Тренский штаб воздвигает, и большую уверенность, что он много очков набирал в чемпионате Тольфик, который тоже там так легко. А остальные, как говорится, ну, легионеры, мы так говорим только по каждому периоду, поэтому у нас с тобой сейчас идут такие тренировки больше над катанием, где работаем дышать, поэтому тяжело, что сказать, но мы работаем в разных группах, не всех даже ребят начинают любить. Ну, вы лидер по проведенным матчам, в чемпионате говорится, по очкам, а знаете, кто там в втором месте? Ну, честно, ну, по матчам, кажется, я ритмографирую, что он играет. Честно, по очкам и тюрьмографирую. Ну, то есть, есть такая уверенность, что можно назад не одарваться, да? Да нет, дело уже не в этом, да, это просто... Все равно потом, когда-то всплывают какие-то, все-все, когда кто-то из ребят подходит к этой ночи, но это, конечно, да, в принципе, можно узнать. Просто, что в последнее время сильно зайти не смотрел, поэтому точно не могу сказать, чтобы никому не приводить. Три главных фаворита чемпионата Беларуси в следующих сезонах? Честно, даже... Сложно сказать, столько изменений команды везде поменялись, поэтому все начинали с чистого места. Да, понятно, что все те же будут, как говорится, что юность там, ну, потеряла лучше... Ну, кто ребят, кто закончил, кто многие ушли в предыдущий интернет, но та же юность, это будет победителем, и это никуда от них не деться, она все равно будет борзо самым высоким уставом. Я думаю, все те же, что и... ну, Солигорск с самого собой. Ну, все команды, и Жлобин там пришел, и Красник, я думаю, что они уже тренируются, как всегда, любят раньше всех выйти, думаю. На Кубке, как минимум, будут одни из фаворитов, потому что кто-то выйдет, как я знаю, еще у них, например, планиру как-то красотого выходить с числа июля, а они уже, могут сказать, вместе с Китаями. Тяжело, как говорится, через игры, думаю, на Кубке в Соли примерно будет классно то, на что будет пресендовать в чемпионате. Шахтер на этот Кубок, и на этот сезон, кажется, будет выходить еще голоднее, чем раньше, после бронзовых медалей. Ну, понятно, что и руководство, и Белкали, и клуба были озадочарованы тем результатом, который мы показали в том году. Поэтому амбиции никто не скрывает, но задача только максимальная, но, как говорится, чтобы достать максимальная задача, надо сначала контактоваться. Думаю, что будет то, что есть, мне кажется, несколько позиций, которые клуб желает укрепить. Просто что в данной ситуации мне кажется, уже тяжелее найти перефицированных архитивистов. Ну, понятно, что и ребята, главное, чтобы они нож прибывший и понимали, что здесь клуб с амбицией просто так прокатят так, если на полной ну, немножко тренинских шагов, то в процессе сейчас полсезонки довезет на все. У нас была объявлена на первом собрании.